Сейчас страница, как я перескочила, страница 68, вторая задача. Так, хочу, здесь не сошлось. Во-первых, у меня пара вопросов. Вот то, что они здесь пишут, вот это наполненное h, это хи-квадрат, верно? Ну да, 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 это хи-квадрат. А почему здесь n-1? Я не понимаю, почему у нас было изначально n, почему тут n-1 внезапно? Ну не внезапно, это следствие теория Фишера. Ай, блин, я про это забыла. Давайте я напомню. Так. Так, значит, теория Фишера. Если рассмотреть сигма n с волной в квадрате, да, не смещенная оценка дисперсии, сделанная n-1, сумма ук от одного до бесконечности, и сиката минус среднее выборочное в квадрате, да. Вот такая статистика сигма с волной в квадрате умножить на n-1, выделить на сигма квадрат на истинное значение дисперсии. получим распределение х квадрат с n-1, статистика свобода. Вот отсюда и получается. Хорошо, можно еще, ну, начальные такие вопросы по решению задачи, потому что я не знаю, я правильно уже начала решать или нет. Давайте посмотрим так. Значит, первое, что мы делаем, мы пытаемся свести к нормальному распределению от 0 до 1. То есть у нас там получается, что... Так, это какой-то пример-то? Это все та же задача, да, она же. Вот, то есть мы должны тогда взять, получается... Ну, они там обозначают не х, n, а s, n, как я поняла, среднее. Минус степта 1 делить на корень из степта 2. Тогда это мы сводим к нормальному распределению от 0 до 1. Верно? Ну, мы где сводим-то на это все? Это откуда получается? Вот у нас... Значит, смотрите, что вот? Такая вот статистика, да, значит, чему это равно? Это будет единица, деленная на сигма квадрат. Здесь будет сумма по k от 1 до бесконечности, ксиката минус кси n с чертой в квадрате, да? Вот так вот. Ну, действительно, где будет нормальное распределение по k от 1 до n? Да, n ксиката минус кси n с чертой на сигма решают в квадрате. Ну, то есть, да, если бы было вот так, ксиката минус m на сигма, то здесь было бы стандартное нормальное распределение. Но когда мы m заменяем на среднюю выборочность, у нас уже будет... Ну, стандартное нормальное останется. То есть, ксиката минус кси n с чертой на сигма тоже будет распределена стандартно нормально. Но вот сумма квадратов уже не будет нормально распределена по той причине, что... Хотя, сейчас, будет ли здесь стандартное нормальное? Нет, вот тут сайт не факт, здесь надо проверять. Вот, давайте лучше вот так вот, я не буду писать, проверить. Вот здесь что получается? Вот если бы была такая статистика, сумма ок от 1 до n, ксикаты минус m на сигма, все, в квадрате, то было бы расследование хи квадрат с n степени свобода. Ну, поскольку сумма квадратов стандартная нормальная. А когда мы вместо m подставляем оценку, то есть n заменяем на среднюю выборочность. У нас, согласно теории Фишера, уже будет нет степеней свобода, а n минус 1. Вот так вот. Ладно, сложно, надо заново разбираться. Так, чуть непонятно-то. Ну, я просто поняла, что я не так решала, поэтому мне надо заново перешать всю эту задачу. Так, так. Поэтому прямо сейчас схода я не могу... Так, есть еще вопросы? Что-то говорят, есть еще какие-то задачи. Ну, их надо еще порешать, потому что я чувствую, что вот конкретно я еще где-то чуть-чуть ошиблась, поэтому мне не сходится до конца. Так, ну ладно. Так, разбирайтесь тогда еще. Так, ну а у нас, значит, сегодня проверка не параметрических гипотез, ну, а именно проверка гипотезы о виде закона распределения. Значит, критерий хи квадрат. Значит, ну и здесь вот область значений и случайной величины дельта развивается на интервалы. Дельта 1, дельта 2 и так далее, дельта N большое. Но мы считаем, что дельта 1 не пересекается с дельтажитом при и неравном житом. Дельта – это область значений случайной величины. Вот ее надо разбить на некоторые интервалы. Так, далее. Вот есть выборка кси 1 и так далее, кси N маленькая. Далее вычисляем N и T. Это количество раз, когда кси T попадает в дельта ИТ. Значит, это вот число кси ИТ, принадлежащих, ой, кси Катах, принадлежащих дельта ИТ. То есть считаем, сколько раз величина попала в интервал дельта ИТ. Далее вычисляются P и T. Это вероятность того, что кси ИТ принадлежит дельта ИТ. И P и Т с крышкой. Это N и T, деленное на N. Далее составляет статистика Пирсона. ЗТ выборка. Имеет такой вид она. Значит, здесь у нас N. Тут сумма по И от одного до N. П и Т минус П и Т с крышкой в квадрате, деленное на П и Т. И вот, если верна гипотеза... А, какая гипотеза, что мы проверяем? Я сам на главном не сказал. H0. Гипотеза о том, что кси ИТ или кси 1, они все одинаково распределены. Распределены по закону f от x. Да, есть здесь f от x. Вот истинная функция распределения. И P и Т, кстати говоря, да, вот здесь надо уточнить. Вычисляется в предположении, что верна гипотеза за шнон. Так вот, если гипотеза за шнон верна, то у статистики Пирсона будет расследование хи квадрат. А вот тут, кстати, неправильно написано, оно большое. с n минус 1 степенями свободы. Отсюда доверительная область. g альфа от 0 до квантилии распределения хи квадрат уровня 1 минус альфа с n минус 1 степенью свободы. Ну вот. Это я вам тоже напомнил критерий Пирсона, который на лекции был. Значит, ну вот сегодня мы поупражняемся в применении этого критерия. Так. Первое. Ну, давайте вот что. Давайте я начну с простого примера. А именно с монетки. Значит, монету подбросили. Сколько раз ее подбросили. Давайте ее подбросим. 4000. Так. Нет, 4. Так, сейчас 20 в квадрате. 4000. Давайте 5000 раз. 5000 раз. Орел выпал. 2500 раз. Вопрос. Можно ли на уровне значимости 0,05 считать, что вероятность орной решки одинаковая? Можно ли на уровне значимости 0,05 считать, что вероятность орла и решки одинаковая? Ну, если помните, мы в прошлый раз такую задачу решали, пользуясь центральной предельной теоремой, да? Или на лекции он ее рассказывал в японском семинарии. В общем, короче, я рассказывал про эту задачу. Давайте мы теперь попробуем критерий Пирсона использовать для ее решения. Вот, кси и тэ. Давайте так определим. Единичка, если и тэ, раз выпал орел. Ну и нолик, если решка. Значит, единичка, если орел, и тэ, если решка. Значит, кси и тэ, что по закону Бернули, с параметром тетта. Где тетта – вероятность упадения орла. Значит, мы проверим гипотезу H0. О том, что кси и тэ, что по закону Бернули, с параметром 1,2. Такую гипотезу проверим. Ну, альтернатива… Давайте я просто напишу отрицание этого высказывания, не H0. Такая альтернатива общего вида. Значит, смотрите. У нас кси и тэ принимают два значения. 0,1. Значит, дельта – это множество из двух точек 0,1. Ну, давайте представим так. Дельта 1 объединенная с дельта 2. Где дельта 1 есть множество из нуля. А дельта 2 есть множество из единицы. Ну, тогда… Значит, n и t. n1 чему равно? Сколько раз у нас кси тэ равно 0? 5 тысяч минус 2,550. Ага, отлично, да. То есть, 2450, да? А n2, соответственно, 2550. Это n1, n2. Значит, p1 и p2 вычисли. Ну, p1 – это что такое? Это вероятность нуля. Да, то есть, вероятность решки, предположение, что гипотеза верна. То есть, предположение, что вероятность рва 1,2. Ну, тогда здесь 1,2, p1, и p2 тоже 1,2. Ну, вот теоретические вероятности. Значит, n большое, кстати говоря. Вот видите, n большое равно 2 здесь. Так, отлично. Статистика Пирсона. tn на zt. А n у нас сколько? n вот 5 тысяч, да? Так, что еще не хватает? А, p с крышки не хватает, да? p1 с крышкой – это что такое? Это n1 на n. Ну, то есть, 0,48, да? А, p2 с крышкой – 0,52. Так, давайте перед тем, как статистику Пирсона вычислять, вероятелю критическую область запишем. Значит, g альфа. Получается, квантиль уровня альфа у нас 0,05, да? 1 минус альфа. То есть, 1 минус альфа. n минус 1. Значит, получается, квантиль уровня 0,95. Расстояние хи квадрат. n у нас 2 с одной степенью свобода. Равно. Ну, когда ты вам таблицу присылал, давайте в нее залезем. Так, есть у вас таблица хи квадрата? Посмотрите, что там будет. Сейчас. 3,84. Ага, ну, похоже, да, на то. Значит, 3,84. Ой, ну, простите, это не g альфа, конечно, это у нас квантиль, да? А g альфа – это что такое? Давайте я сюда. Значит, g альфа получается множество. От 0 до 3,84. Ну, вот так. Ключи, да? А теперь считаем статистики Пирсона. Значит, ну, сначала n берем. Это t тысяч, так. Здесь будет сумма. В сумме будет два слагаемых. Значит, p один с крышкой. Ну, или, может быть, я не знаю, может быть, имеет смысл целиком написать. Давайте я целиком пишу. n. Здесь будет p один с крышкой минус p один в квадрате на p один плюс p два с крышкой минус p два в квадрате на p два. Ну, то есть, давайте куда-нибудь вот сюда я. Значит, пять тысяч сюда. Здесь будет 0,48 минус 0,5 в квадрате на 0,48. Ой, нет, на 0,5, да. На 0,5. p один с крышки, да? Плюс 0,52 минус 0,5 в квадрате на 0,5. Ну, вот, теперь давайте посчитать, сколько тут будет. Ну, хотя, что тут считать? Смотрите, значит, здесь получается. Так, это будет 0,02 в квадрате, да? То есть, две штуки, да? Умножить на 2. Здесь 0,5. А тут 5 тысяч. Итого, сколько здесь будет? 10 тысяч, так? Еще на 2 это 20 тысяч. 20 тысяч, это 2 на 10 в четвертый, да? А тут будет 4 на 10 в минус четвертый. Итого сколько? 8. Так, значит, перечитайте, пожалуйста. Смотрите, правильно я все посчитал? У меня совпало. Совпало, да? Ага, здорово, здорово, здорово. Так, у всех совпало. Продолжение следует... Да, совпало. Ага, прекрасно. Ну, какой вывод надо сделать? Ну, мы тогда смотрим на доверительный интервал. А у нас он от 0 до 3,84. Это получается доверительный. А у нас значение 8, которое вышагивает за значение этого интервала. Значит, это у нас попадает в критическую область. А значит, мы не можем принять гипотезу H0, а принимаем вместо нее гипотезу H1. Ну, да, получается, надо гипотезу отвергнуть. Так, ну, хорошо. А давайте вот выясним. Знаете, что интересно выяснить? Вот такой вопрос. А при каком N? При каком N1 гипотеза будет принята? Принимается. Значит, вот давайте попробуем понять, когда гипотезу надо будет принять? При каких P? П? Вот тут, кстати говоря. Я правильно посчитал? Извините, еще раз что именно. Значит, 24,50 поделить на 5000. Значит, 24,50 поделить на 5000. А вот неправильно. Да. Опечатка вышла. Вот тут сколько будет? Нет. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну округленно 0,014 Субтитры делал DimaTorzok 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 но этот по сути есть дверичный интервал кстати интересно сопоставить с квантилью распределения то есть вот смотрите помните мы строили дверичный интервал давайте посмотрим какая сигма будет количество орлов получается распределение по закону беномиальному беномиальному 5000 оптов вероятность орла 1 2 получается здесь 5000 корень дисперсии на 1 2 на 1 2 ну сколько будет 2500 то есть 50 так сейчас 2500 пополам да вот здесь это будет так здесь будет 50 деленное на корень из 2 50 деленное на корень из 2 это что-то вроде 35 да примерно 35 а можно пожалуйста еще раз откуда мы взяли именно такие цифры для сигмы ну именно формулка а ну у нас же что получается у нас же вот сумма кси тогда сумма число орлов распределение по беномиальному закону с параметами 5000 оптов вероятность а ладно а вторая я вот сигму вот эту вот сигму считаю да да так то есть 2500 вот ну npq дисперсия какая npq дисперсия ну вот корень из дисперсии 35 да ну смотрите если вы хотите доверить интервал уровень надежности 0,95 то там еще надо умножить на квантиль уровень 0,975 Это 1,96. То есть примерно 2. То есть 35 на 1,96 это, кажется, примерно 70 и есть. И вот это отклонение в 70. Оно как раз получается вот таким же. Сергей Валерьевич, можно, пожалуйста, чуть помедленнее объяснять? Хорошо? Мы не успеем записывать. Так, нет, я просто корректность результата проверяю. Использую те соображения, что я просто указываю границы, в которых может лежать количество орлов, собирается 0,95. Мы его получили с критерием Пирсона, а сейчас я просто, исходя из бинемиального распределения, то же самое получаю. Так, сейчас еще разок. Откуда появилось там 35? Ну, это понятно. А 1,96 откуда мы взяли? А, 1,96, что такое? Это вот Ну, это вот еще такое имеется в виду. Ну, в квартире. Ну, да. Вот. Вероятность того, что так. Сейчас я запишу, что имеется в виду. Вот так. кси принадлежит от м кси минус квантилируем 1 минус альфа пополам сигма до м кси плюс квантилируем 1 минус альфа пополам сигма равняется 1 минус альфа, да? Ну, поскольку кси распределена нормально. Расстояние веномиально аппроксимируется нормально. Что получается? Вот здесь вот будет м кси минус квантилируем 1 минус альфа пополам сигма. Ну, то есть, вот можно так для краткости как записать. м это м, да? Минус квантилируем 1 минус альфа пополам сигма, тут м плюс квантилируем 1 минус альфа пополам сигма. А вот плотность, она какая-то такая вот. Да, ну вот здесь у нас м расположено от ожидания. Значит, вот сюда вот вероятность попасть 1 минус альфа. Сюда альф пополам, и сюда альф пополам. Это я вот изображаю плотность распределения случайно и кси. Это кси от х. А вот здесь где-то март ожидания. Вот мы хотим указать интервал, вторая личная пойдет с вероятностью 1 минус альфа. 0,95, да? Тогда вот 1 минус альф пополам это будет 0,975. И как раз квантилируем 0,975 это есть 1,96. Вот на этот квантизм. Ну, то есть, вот этот результат согласуется с бинамиальным распределением и нормальной аппроксимацией. Ну, ладно, на самом деле это просто соображение, которое подтверждает правильность полученных результатов. Так. Ну вот, есть тут вопросы? Вот это вот соотношение, вот проверьте, что оно всегда справедливо для, если кси распределено нормально с параметрами m, сигма, квадрат, то вот это соотношение всегда будет иметь место. Вот, может быть, я это пропустил, вот, но это когда-то мы это делали. То есть, это проверить, что если кси распределено нормально, то вот это соотношение видит место. И, соответственно, исходя из, вот, использовать эти соотношения, мы как раз вот это получили вот 35, там вот, 35 на 96. Так. Ну, ладно, есть вопросы? Давайте вернемся, значит, к критерию Персона. Вот, смотрите, пусть у нас есть какой-то массив данных. Вот, например, сейчас я вам скину массив данных, вы на него посмотрите, и выдвините гипотезу в виде закона распределения. Так. Так, вот я тут намоделировал данные. Давайте мы их вот так вот копировать. Ну, здесь 50 штук должно быть. Вот, посмотрите на них и скажите, какую гипотезу в виде закона распределения можно выдвинуть. Какой номер? Можете посмотреть, что-то было? Какой номер? Я вам данные вам скинулся. Приезжайте в собрание. Все, я же прощаю. Посмотрите, на какое распределение это похоже? У нас тут экспоненциально явно не похоже, хотя она возрастает хорошо так. Но экспоненциально не может так резко обрываться, да? Генец подходит обрывается. Ну, это левая половинка левая половинка. Ну, смотрите, все, 0 до 1, да? Левая половинка экспоненциально. Почему экспоненциально? Почему экспоненциально? А чем она экспоненциально-то напомнила? Не могу понять, что у меня такого экспоненциального. Ну, она типа очень медленно и 0 до 1. Ну, как я понимаю. Давайте, ладно, раз непонятно, давайте вот гистограмму построим. Видите, у нас все значения от 0 до 1, да? Значит, ну, обычно, что-то гипотезису сформулируют, гистограмму строят, потому что, ну, у нас здесь достаточно, ну, если достаточно много наблюдений, то просто по массиву цифр вы ничего не поймете. Надо что-то пытаться визуализировать. Ну, давайте мы этим и займемся. Так, значит, вот, все от 0 до 1, да? Давайте мы вот возьмем отрезок от 0 до 1 и разделим на сколько частей? Ну, 50 наблюдений. Ну, вообще, не помню, он говорил или нет? Вообще, обычно, количество разрядов берут порядка логарифма. Ну, давайте, удобно, наверное, на 5 частей разделить. Вот так, да? 0,2, 0,4, 0,6, и 0,8. Ну, давайте, соответствуем, второй, третий, четвертый, пятый, да? Получается, первый разряд, второй, третий, четвертый, пятый. Давайте найдем N1, N2, N3, N4 и N5. Ну, вот, посчитайте, сколько у нас наблюдений попало в отрезок от нуля до двух десятых? Сколько наблюдений, нуля до двух десятых? так, ну, считаем, считаем, сколько там будет. Так, получили данные? да, может появиться еще. Так, посчитайте, сколько наблюдений от нуля до двух десятых. будет как десять. Ну да, десять. То есть, вот десять сюда попало, так? Далее, вот второй отрезок попало. От двух десятых до четырех десятых. с 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 Продолжение следует... 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 Ну, давайте снова уровня значимости 0,05. Получаем отрезок от 0 до квантилия в тени х квадрат уровня 0,95 с 5 минус 1 степенями свободы. То есть с 4 степенями свободы. То есть от 0 до... Так, ну и давайте в таблице посмотрим, чему равна квантиль уровня 0,95 расстояния х квадрат с 4 степенями свободы. Так, сколько будет, посмотрите. Спасибо. Так, сколько там будет степени свободы? Так, смесь от V4, а квантиль чему равна? Ну, в таблице посмотрите, сколько там будет. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... он прям нашу группу загружал таблицку антита таблицку антита таблицку антита таблицку антит Спасибо. 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 9,49. Сколько? 9,49. Ну да, да. Вот. 9,49. Так, ну а теперь вычислите вот эту вот статистику. Значит, смотрите, что здесь получается. Здесь будет 50 N. Здесь будет сумма. Видите, 10 минус 10, это вообще так здорово все обнулиться, да. То есть будет 12 минус 10 в квадрате поделить на 0,24 минус 0,2 в квадрате поделить на 0,2. Плюс 0,16 минус 0,2 в квадрате поделить на 0,2. А остальные все благополучно обнулятся. Там будет 0,2 минус 0,2. Так, ну и теперь посчитайте, сколько тут будет. Там будет до 30 за дня, не за 30 минус 0 в квадрате поделить на 0,2. 08 посмотрим 08 отлично сделать на основной статистике а еще от нас доверительная область стоит ли принимать гипотезу h0 видим статистика попала в доверительную область значит получается что гипотезу h0 должна быть принята гипотезу h0 принимается значит гипотезу то что равномерное распределение на отрезке отмета 1 вы приняли а теперь давайте проверим другую гипотезу то что распределение не равномерное а нормальное а параметр не знаю это m сигма квадрат с каким-то неизвестным параметром m сигма квадрат вот как быть тут здесь следующий рецепт надо найти сначала оценки максимального проподобия m сигма квадрат по частотам напомните я на лекции рассказал что по частотам на кредит оценки максимального проподобия по частотам на самом деле находить тяжело там не очень красиво получается поэтому на практике обычно находят оценки используя исходную выборку то есть по исходной выборке найти оценки максимального проподобия м сигма квадрат ну давайте мы это сделаем вот м с крышкой оценка мата ожидания ну и спать махат решает задачу находили оценки максимального проподобия для нормального закона там получалось так что мата ожидания это средневыборочная а дисперсия выборочная дисперсия то есть единица деленная на n сумма по кат на у до n сиг карты минус ксен с черточкой в квадрате ну или проще даже вот так переписать единица на n сумма сиг карты в квадрате то есть выборочный второй выборочный начальный момент минус квадрат выборочного среднего но здесь я наверно вас не буду напрягать большим вычислением я тут посчитал все пока вы соображали так значит вот средняя там будет так 048 0483 так а вот из квадрата а сигма с крышкой в квадрате это есть так сейчас расскажу сколько там получается и у нас крышка в квадрате так 0,754 ну давайте эту формулу сотру 0,754 0,001 ну отсюда сигма с крышкой это корень из этой величины а корень это будет корень будет 0,001 240, 275. Ну вот, m и σ мы оценили. Так. Теперь надо будет частоты пересчитать. Значит, как теперь частоты считать? Значит, они уже не такие будут. Так, да и сами интервалы надо немножко поправить. Давайте я сотру. Смотрите, если оба значения для равномерного закона был отрезок от нуля до одного, то у нас уже будет от минус бесконечности до бесконечности. Соответственно, отрезки лучше взять другие. Ну, точнее, такие же, только вот крайние отрезки надо расширить. То есть вот дельта 1 возьмем от минус бесконечности до 20, дельта 2 от 20 до 40, дельта 3 от 40 до 60, так, дельта 4 от 60 до 80, и, наконец, дельта 5 от 80 до бесконечности. Ну, и давайте вот эти точки тоже обозначим, как быть, а0, а1, а2, а3, а4, а5, ну и а6 бесконечности тоже будет. Так, ну и тогда получается ПИТ, это вероятность того, что КСИАВИН принадлежит дельта и тому, при условии, что верна вот эта гипотеза H1, то, что распределение нормальное. Ну, а это что такое будет? Вот через функцию лакласса. Функцию лакласса в точке. А, вот здесь, кстати говоря, да, вот. ПИТ в точке, значит, получается А и плюс первое минус М, деленное на сигму, минус, так, сейчас только ИТ, ПИТ сейчас, так, и у нас А, нумерация сбилась, появилась нумерация 1, это А2, это А3, А4, и А5, да? Вот, а здесь А и Т минус феноль от А и минус первая минус М на сигма. Но ведь мы М и сигма не знаем, поэтому вместо них подставим оценки. то есть оценим их. Но когда мы вместо точных значений в параметрах подставим их оценки, у нас делительная новость уже изменится. И будет не такой, а знаете какой? Так, делительная новость уже станет вот такой вот. ЖАЛЬФА от 0 до квантили расстояния хи квадрата уровня 1 минус АЛЬФА, и при ней с твоей волей будет Н минус 1 и минус КУ, где кучу число оцененных параметров. В данном случае КУ это 2. Ну то есть у нас получается Место мало здесь, место мало. Давайте сигму квадрат сотру. У нас сигма есть, сигма, правда, мне очень нужна. Крышка у нас есть, да? А что доверить новость будет уже АЛЬФА от 0 до здесь будет теперь свобода сколько? Здесь будет 5 минус 1 минус 2. То есть 2 степени свобода. 0,95 с двумя степнями свобода, то есть от 0 до снова залезаем в таблицу. Смотрим. Это 5,99. 5,99. Ну и давайте что-нибудь пересчитаем, да? Так. Это у нас P с крышкой, да? Ну давайте, например, P1 с крышкой. P1 просто посчитаем. Так, ну у меня, видите, тут места как-то мало. Надо мне куда-то куда-то писать. Так. P1 с крышкой. Давайте я сюда сотру здесь. Значит, что здесь получается? Это будет F0 в точке 20 минус M. Это сколько M? O, K20 у нас же 0,2. Ну да, у нас же там от 0 до 1 все. То есть не 20, а 0,2 минус M. M это 0,483. Поделить на сигму на 0,275. Минус F0 в минус бесконечности. Тут же надо считать. Значит, первое тут получается что-то там значит 483 283 275 это сколько будет? Так, 283 делить на 275 1,02 то есть точнее минус тут будет, да? F0 это 1,02 минус бесконечности минус 1,2 то есть плюс 1,2 ну ладно, это уже надо стирать. Ладно, я все стираю здесь. Так. равно так 0,5 0,5 минус так F0 в точке 1,02 это нам таблица функции Лапласа нужна. А у нас тоже есть где-то была. так сколько получается так 1,02 это 0,34 61 0,1 5,3 9 0,1 5,3 9 это P1 ну дальше P2 здесь будет вот так вот здесь теперь 0,4 берем минус 0,483 на 0,275 и вычитаем вот этот феноль от 0,2 минус 0,483 делим на 0,275 так но вторую мы уже нашли она будет плюсом 34,61 а первая 83,275 таблица 0,30 0,30 то есть это 0,179 0,179 минус ну то есть сколько здесь получается 0,22 2 0,215 0,284 0,295 0,285 0,ちゃん 0,295 Что-то я, по-моему, неправильно посчитал. У меня там конец 82. Ого! 0,22, 82. А, 82, да, ну да. Так, ну... P3, так, ну давайте дальше сами досчитайте аналогично. Значит, P3, P4 и P5. Так, считайте уже. Так, ну... Продолжение следует... 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 Это 0, а тут будет 509, что ли? Подожди, а почему-то вы сказали минус 0,3461, почему не минус-минус 0,1179? Вроде номер уже нет. Какой-то наоборот. Ладно, я запуталась и мучу. А, сейчас, подождите. А, вот, 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 неправильно, плюс 1179, да. А, ну да, да, плюс 1179, мы туда подставили. И 0,34? А, вот, плюс 11, плюс 11. Да, с 0,1179. Ой, не сюда только еще. Вот сюда. А что тут будет? 27. А, ну 27 лучше уже, да. 27, даже 28, наверное, да. 28, 0,6. Вот, 28, 0,6. Ну, а по 4. Ну, по 4 где-то, ну, 22, 73. Ну, и по 5. 0,11, да. 0,11, да. 0,11, да. Так, ну, давайте теперь посчитаем статистику Пирсона. 0,11, да. Там что, 22, 73, да, П4? Да. Ну, если там все вместе их сложить, там получается единица, поэтому нормально. Так, это должно быть, да. Статистики Пирсона, когда мы считаем. Когда мы считаем статистику Пирсона, вот там по форму, вот у нас есть ПКТ с крышкой, у нас это будет 0,2, верно? Да, 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 да. Ну, вот где вот, вот они все. 0,2, 0,24, 0,2, 0,2 и 0,16. Ну, вот. И, вот, то. ИНТРИГУ, Б manners. ИНТРИГУ, Б blaувя. И, Drug. ИНТРИГУ, Б ЗиГ Isun ire. ИНТРИГУ. И, друг, Бhourя, Антele или Б лeman went north, янтем aucun ivом atmosphere. У нас в тулу про меня. ИНТРИГУ, Б пользу ما есть. И, как promoted nobody понимать личност? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...